Песничный парад продолжает прохождение боевой техники воинских частей 1-го Донецкого Армейского Корпуса Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики. Танковые войска, рот войск и главная ударная сила предназначена в обороне для поддержки мотострелковых войск при отражении наступления противника, проведения контратак и контрударов, наступлений для нанесения мощных растекающих ударов на большую глубину, развития успеха, разгрома противника во встречных боях и сражениях. На вооружении танковых подразделений состоят основные боевые танки Т-64 и Т-72. На площадь выходят танки Т-72, 1-го отдельного танкового батальона. Механизированную колонну батальона возглавляет командир батальона, герой Донецкой Народной Республики, подполковник Михаил Толстых. Костяк подразделения сформирован в апреле-июне 2014 года при обороне города Славянска. Шахтерск, Москино, Ханжонково, Еловайск, Агрономичное, Кирпичное, Верхняя Крынка, Донецкий аэропорт. Вот основные этапы боевого пути батальона. На площадь выходят танки Т-72, 2-го отдельного танкового батальона. Механизированную колонну батальона возглавляет командир батальона, майор Петр Ручьёв. Боевым ядром батальона стали ополченцы, грудью вставшие на защиту своей земли и героически сражавшиеся под Саур-Могилой, Шахтерском, Марьинкой, Тельманово, Стародешево, Углегорском и Донецком аэропорт. Мотострелковые войска. Они могут быстро совершать марши на большие расстояния, стремительно развертываться в боевые порядки, прорывать подготовленную и поспешно занятую оборону противника, осуществлять широкий маневр на поле боя, развивать наступление на большую глубину, удерживать захваченные рубежи. Основное вооружение мотострелков в соединении воинских частей и подразделений составляют боевые машины пехоты и бронетранспортеры. На площадь выезжают боевые машины пехоты БМП-2. На площади бронетранспортеры БТР-70 отдельного разведывательного батальона во главе колонны боевых машин командир отдельного разведывательного батальона герой Донецкой Народной Республики подполковник Арсений Павлов Моторола. В Донецкой Республике нет ни одного населенного пункта, в освобождении которого бы не внесли свой весомый вклад воины-разведчики отдельного разведывательного батальона. На площадь выходят боевые машины стрела-10 зенитно-ракетного дивизиона, составляющая основу подразделений противовоздушной обороны 1-го армейского корпуса. Колонну средств ПВО возглавляет 1-й заместитель начальника ПВО 7-й отдельной мотострелковой бригады капитан Сергей Солодов. Подразделения противовоздушной обороны предназначены для прикрытия войск и объектов от средств воздушного нападения противника приведения соединениями воинскими частями боевых действий, совершения перегруппировок и расположения на месте. Они способны уничтожать средства воздушного нападения противника на диапазонах высот от предельно малых до 200 метров, до средних от 1000 до 4000 метров. На площадь выходит боевая техника подразделений артиллерии. Артиллерия – основное средство нанесения огневого поражения противнику в ходе ведения боевых действий и предназначено для завоевания и удержания огневого превосходства над противником. Поражение его средств нападения, живой силы, вооружение военной и специальной техники, без ориентации систем управления войсками и оружием разведки радиоэлектронной борьбы, разрушение долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры, а также для решения других задач. Отдельная бригада была создана на базе спецбатальона «Кальнеус», созданного в апреле 2014 года. Артиллерийской бригадой командует полковник Димага Александр Сергеевич. Подразделения бригады участвовали в боевых сражениях в населенных пунктах Карловка, Нитайлово, Пантелеймоновка, Красный партизан, Шахтер, Снежное, Ебровка, Углегорск, Дебальцу, Горловка. В настоящее время бригада вооружена современной техникой и вооружением и всегда готова дать достойный отпор противнику. На вооружении артиллерийских дивизионов вооруженных сил имеется 120-мм самоходная гаубица ДС-1. В республике имеются акации, буксируемые 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм артиллерийские системы 2А-65 МСТА, противотанковое орудие МТ-12, Рапира. А также системы залпового огня БМ-21 «Град» для поражения живой силы и бронетехники противника. Наши славные вооруженные силы всегда готовы дать отпор врагу. Слава нашим доблестным артиллеристам! Слава нашим доблестным вооруженным силам! Слава нашим доблестным вооруженным силам! На центральную улицу города выходят участники республиканской акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» — благородное шествие человеческой памяти и признательности. «Каждый гражданин республики, взяв в руки фотографию своего предка-ветерана, восстанавливает историческую справедливость, так как каждый солдат мечтал пройти по центральной улице своего родного города и отпраздновать великую победу».